День рождения в Мариуполе и комплименты Владимиру Путину. Блогер Настя Ивлеева, хозяйка той самой почти голой вечеринки, дала первое интервью после скандала. В нем она рассказала о поездке на Донбасс, которая стала для нее перезагрузкой. Подписчики Ивлеевой не узнают бывшую веселую вайнершу и называют ее лицемеркой. Мария Александрова продолжит. Это вот как раз линия соприкосновения. Сидя в скромной футболке на фоне православной иконы, российская блогерша и некогда светская львица Настя Ивлеева поведала о своей поездке на Донбасс, открестилась от антивоенных взглядов, поддержала традиционные ценности и Владимира Путина. Как ты сейчас на данный момент относишься к президенту нашей страны? Симпатии и уважением, как к главе государства. У тебя был недавно день рождения. Сколько тебе исполнилось? 33. Отмечала как-то? Закатила вечеринку? Я была на Донбассе. Ивлеева рассказала, что вдохновилась восстановлением Мариуполя и оказалась под впечатлением от поездки на фронт. Она также призналась, что помогает российским военным. И те, по словам блогерши, ее благодарят. Хотим поблагодарить неравнодушных людей, которые помогают не словом, а делом. А именно Настю Ивлееву за помощь, которую оказали незамедлительно. Это буханка и дрон Мавик 3Т. Юмористические скетчи от Настюшки опасности в прошлом. Настя Ивлеева завоевала внимание почти 20 миллионов подписчиков и регулярно появлялась в рейтингах Форбс. На политические темы не высказывалась. Но когда отравили Алексея Навального, Ивлеева опубликовала пост в его поддержку. А в начале полномасштабного вторжения в Украину призывала прекратить войну. Жизнь Настюшки радикально изменил один декабрьский вечер. Ты когда-нибудь видела 23 миллиона рублей на попе? Нет. Шум вокруг скандальной почти голой вечеринки донесся до Кремля. С тех пор Ивлеева и ее гости пытаются замолить грехи. Больше никаких обнаженных фото и веселых видео в соцсетях. Только скромные водолазки и посты в поддержку Путина. В этом году первый раз смотрела послание президента. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются. Я знаю, что пойду за них голосовать. Та самая дверь. Патриотические посты блогершу не спасли. В апреле Ивлееву оштрафовали примерно на 500 долларов за дискредитацию армии. За тот самый антивоенный пост в Инстаграме. Тогда телеведущая отправилась на интервью. Пришлось отвечать и на вопросы о Навальном. Я его никогда не поддерживала. Был период, когда не было своего четкого сформированного мнения. И, конечно, я была подвержена в том числе общим потоком. Модному течению. Модному течению, да. Но какая-то его политика на мне никогда не была близка. То, что с ним произошло, с человеческой точки зрения, наверное, это грустно. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Ты не за***. Так Ивлеева ответила на вопрос Дудя шесть лет назад. В новом амплуа она отреагировала иначе. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Сейчас. В новую Настю. Чем помочь? Не все оценили новый образ некогда озорной и раскованной блогерши. Настюшка-опасность превратилась в Настюшку-триединная святая Русь. В кадре не хватает батюшки и бабушки в платочке, чтобы дополнить этот аутентичный набор русских ценностей. Лёгким движением руки водолазка для извинений превращается в футболку для оправданий. Ивлеева не первая звезда, которая отправилась в турне на фронт. Ранее это сделали Дима Билан и Филипп Киркоров. При этом сама Настя говорит, что намеренно посетила Донбасс не публично. Я не стала это афишировать, но, во-первых, я согласна с тем, что Донбасс это не прачечная. Мария Александрова вот так.